Дэвис по имени Джервонте Дэвис, который берет сайзер и степет. Флойд взял всю возможность, всю неделю, чтобы хайпить его лучшим протеже. Дэвис – Майк Тайсон, любимый борьб. Быстрее пули, хватка, как в зубах питбуля, реакция мангуста, сила кулака жестче, чем рога быка. Но это все лишь слова. Джервонта Дэвис – еще и хитрая голова. Приветствую вас, бетонные костяшки на кулаках улитки. С вами Федорович, а в этом залипательном видео мы посмотрим на восхождение бойца, который уже вошел в историю бокса, но который наверняка еще не раз нас всех удивит и станет настоящей легендой. Джервонта родился в таком районе и условиях, где у простых пацанов только два пути – тюрьма или смерть. Но для него судьба уготовила третий путь, который достается избранным. Дэвис начал свой путь в боксе дерзко и ярко. Тренер сразу разглядел у пацана огромный талант и потенциал. Юный танчик провел по любителям 220 поединков, 205 из которых выиграл. И это все до 18 лет. Как только дерзкий и уверенный в себе Джервонта стал совершеннолетним, он сразу перешел в высшую лигу профи бойцов, где в первом же бою доказал, что не зря это сделал. Шесть первых поединков танк завершил досрочно, в первом раунде. О нем стали говорить, а главное, ним заинтересовался сам Флойд Мейвезер и взял опеку над юной звездой. Коков, а национал-тв-аунде. С его героем, его mentor, Флойд Мейвезер, сидит ринг-сайд. Это эти типы раунды мы должны увидеть, если Мистер Дэвис имеет все, что каждый говорит он говорит он. Ментор, он и промоутиг. С ринг-сайдом, он самый лучший. Смотрите, Флойд Мейвезер в международных, Компания и имя Мейвезера сделали из простого проспекта Дэвиса суперзвезду танка, о котором теперь говорил весь мир. Все-профилы gleich. Санчез плотно на его ряду, и это все. Кэдди Бейлес видел достаточно. Вы видели это, господинцы и господинцы? Когда вы получаете быстрый ряду, он смеет в ряду. Санчез вверх на ряду. Санчез вверх, не победит, Гервонте, который из Бейлес. Конечно же, Гервонте не получил все на халяву, как сын депутата. За его славой стоит огромная пахота в зале, тонны пролитого пота и сотни пропущенных ударов. Он в полной мере делает все, что от него зависит, чтобы оправдать доверие Флойда, надежду тысяч своих фанатов и реализовать свою мечту стать лучшим из лучших. Ави Лак, и Давидж thinks he might have something here in round number three. А big cut exploded on the face of Ави Лак. Лиди на битву, это было много, это было много. Гиди Бейлес, он не мог бы так много фанатов. И Давидж, Иоанн, бьет поиск, Граб reacts к этому, и бомбс овэй для Давидж. Бейк, Давидж, который спит. Гребов, бьет, 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 бьет. Настоящая забота о будущем – это когда ты все отдаешь настоящему. настоящему. Джервонта, как и все настоящие профессионалы, делал это каждый день. Он отдавался на каждой тренировке, чтобы добиться этого дня, своего шанса стать чемпионом. 14 января 2017 года Танк вышел на свой первый чемпионский бой по версии IBF. Как сказал его промоутер на пресс-конференции, мы знаем, что он готов. В любом случае, чтобы стать лучшим, нужно драться с лучшими. А сегодняшним соперником юного претендента был действительно лучший Хосе Педраса, непобедимый чемпион с рекордом в 22 победы. Но Джервонта вышел на бой так, как будто чемпион он, а в этом мире ему равных нет. Он проводил фантастические комбинации одна за другой, нанося Хосе жесткие и точные удары, против которых пуэрториканец был бессилен. Все, кто наблюдали за этим поединком, понимали, что в боксе появился новый король. На браваду Педрасы Дэвис ответил фантастическим нокаутом, который заставил толпу взорваться. Чемпион мира, Джервонта Танк Дэвис, чемпион мира. Но чтобы считаться великим, стать чемпионом недостаточно. Этот титул нужно защищать ценой своей жизни. Первая защита танка состоялась, так сказать, на территории соперника в Лондоне, против местной звезды Лиама Уолша с рекордом в 21 победу без поражения. Но сколько на Хаммер не вешай брони и как хорошо не прячься стены родного ангара, для танка он всего лишь игрушка на один выстрел. Конечно, Дэвису понадобилось больше, чем один удар, но суть та же — полное доминирование и уничтожение. 21 апреля 2018 года Дэвис положил глаз на красивый и блестящий пояс WBA Super, который ревностно охранял Хэсус Куэлья с рекордом 28 побед и 2 поражения. Но для танка этот парень оказался очередным бревном, которое тот переехал за три раунда. Дэвис scores три раунда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как крокодил, который не упустит жертву после укуса, Джервонтов вцепился в пояс WBA и уже его не отпускал. Он был чемпионом в полулегком, легком и полусреднем весе, защитив свой пояс пять раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же вы все помните его последний бой против суперраскрученного в соцсетях Райана Гарсии, которого танк уничтожил за семь раундов. Конечно, Джервонта, как и любой популярный человек, нравится далеко не всем. В частности, за свою дерзость и гордость, которой его научил Мэйвезер. А возможно, танк просто хочет быть похожим на своего покровителя. Но это все человеческие качества, которые, возможно, дают Дэвису уверенность в своей уникальности и непобедимости. В любом случае, как боксер, это уникальный боец с невероятным техническим арсеналом, скоростью, силой и реакцией, которая вполне может превзойти достижения Мэйвезера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, что вы думаете про Джервонту Дэвиса. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова